У него тяжелые кости, а конечно, да, он отдаленно напоминает британца, точнее британцы напоминают персов, по костяку я имею ввиду, это вот как раз видно, как-то реально породовую воду, и хотели утяжелить, чтобы были такие тяжелые лапы, короткие, посмотрите, по-моему, достаточно короткий, хвост вот такой толстый, круглая голова, открытые глаза, конечно, использовали персидскую экзотическую, как на шерстные породы, вот, но вот этот мальчик совершенно великолепный, пустой шерстью, прекрасный, вот эта вот часть у персов, значит, ну, запишите, как та шерсть, называется брейк, то есть вот переход от переносится к лбу, обязательно должен быть, так, чтобы вот это у мальчика, маленькие ушечки такие, видите, вот такие вот великолепные, прячутся в такой пустой шерстью, полные щеки, круглый лоб, вот, но все, все, все при всем, самое первое, перси не были такими экстремальными, как этот мальчик, вот, их очень часто они называли классическими персами, они имели про обычную, так, удлиненную лодочку, но, как говорила у нас одна и теперь, классики, говорила у нас, дорогие китайские судьи, это Чехов, Тургенев, Калсыков они, а это стративный перс, как она говорила, поэтому не надо про классиков, вот, ну, это коллега современной, сись, перси, конечно, вот здесь вот, если вот вы его так помочировать, ну, с мочки носа вот так, приложить, как-то, воображаемую линию, она должна обязательно пересекать нижние века, ну, то есть, не ниже этого, но этого, хоть с кого-то, если мало, его практически пересекает зрачок, вот, так, что все у него хорошо, великолепно подготовленное животное, в отличном себе, великолепный совершенно мальчик, большое ему спасибо, может возвращаться, он так панически посмотрел назад, молодой еще сзади, он так панически升